Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Дмитрий Юнусов, я глава Тутаевского муниципального района. Я желаю просветания вашим муниципалитетам и успешной реализации национальных проектов на ваших территориях. А для этого я хочу поделиться нашей лучшей практикой по внедрению информационной системы «Умный город» в администрации Тутаевского муниципального района. Теперь мы с вами посмотрим небольшой видеоматериал, где я вам расскажу об основных модулях системы «Умный город» и покажу ее в действии. Итак, сейчас я вам расскажу о нашей системе «Умный город», а дальше покажу ее в действии. Состав системы «Умный город» делится на несколько блоков. Первый блок – это корреспонденты, где хранится вся контактная информация о каждом обратившемся в администрацию. Для примера, у нас порядка 1400 корреспондентов – это физические и юридические лица. И что самое главное, вы можете посмотреть в любой момент историю обращений и их решения. Второе – это список обращений всех корреспондентов, который также позволяет очень быстро, удобно системой поиска просмотреть все обращения, открыть файлы, приложенные к каждому обращению. Это могут быть документы в формате Word, PDF, либо в формате JPEG. Также отдельный блок – наша система «Умный город», который позволяет отслеживать исполнение поручений по каждому отдельному исполнителю и по каждому отдельному обращению. Исполнители могут привлекать соисполнителей в случае каких-то сложностей, либо если работает структурное подразделение. Также есть отдельная кнопка «Нужна помощь», когда к исполнителям могут привлекаться соисполнители на уровне замов, либо директоров департаментов. Отдельный блок – это аналитика, где каждый месяц вы можете посмотреть актуальную информацию по исполнению поручений, что позволит рассчитывать премии по результатам работы за определенный период времени. Ну и отдельный блок, который мы сейчас разрабатываем – это управление проектами, что позволяет завести все проекты муниципалитета в данную программу и, соответственно, работать всем в одном информационном поле. Что касается свод анализа по внедрению информационной системы, то, конечно, сильная сторона – это выполнение большого количества поручений. Вы можете ставить неограниченное количество поручений. У нас, допустим, это более 3000 уже за полгода. Соответственно, это может быть и 30 тысяч, и 300 тысяч. Нет ограничений в зависимости от муниципалитета. Посильная сторона – программа всегда у нас доступна и под рукой, где есть интернет. Соответственно, есть мобильные приложения, и все очень удобно. Ну и также полная картина работ подвездочных структур у руководителя. Возможности – это оперативные коммуникации между сотрудниками, есть возможность направлять сообщения любому сотруднику, прикреплять сообщения в любой файл, ну и, соответственно, ввести историю переписки. Ну и также контроль рабочего времени и снижение накладных расходов по взаимодействию между различными службами. Есть, конечно, слабые стороны – это необходимость постоянного технического сопровождения. Желательно, чтобы у вас был специальный обычный человек в штате. Ну и, конечно же, слабая сторона – это необходимость изменения подхода в работе и культуры администрации, культуры организации. Соответственно, вот таким образом это выглядит у нас на различных платформах. Из плюсов – адаптивный дизайн, красота применения, модульная система и всегда под рукой. Для кого необходима система? Гражданам, конечно же, для эффективной обработки обращений. И каждое обращение теперь будет отрабатываться максимально качественно. Соответственно, для граждан это повышение качества услуг. Организация – то же самое. Эффективная коммуникация между любыми юридическими лицами и администрацией увеличивает, соответственно, и имидж администрации, и институционную привлекательность территории. Сотрудникам эта система позволяет предоставить необходимые инструкции и полный набор документов для выполнения поручений, и помогать справиться с задачей в срок. А если сотрудник не справляется, соответственно, проинформировать об этом своевременно руководителя. Но руководители будут видеть полную картину на ответственном участке и помогать выявлять те, кто тянет команду, ну и кто является в некотором роде аутсайдером. Соответственно, по результату внедрения в состоянии на 3 сентября завершенных поручений обращений 3747, примерно начиная с апреля месяца этого года, 348 активных поручений. По 4 мы видим нужна помощь, по 5 есть проблемы, просрочка по 66. Соответственно, для себя мы отметили, что процент своевременно выполненных поручений резко увеличился, сократилось время на поиск истории обращения конкретного гражданина организации, появилась возможность рассчитывать PPI на каждого сотрудника и на основе этого показателя принимать решения о примировании, либо депримировании. Ну и важно, это централизация существенной части рабочих процессов. Видна вся картина работы структурного подразделения. Бюджет у нас составил порядка 900 тысяч рублей, в основном это средства на оплату специалистов, которые занимались разработкой и внедрением этой системы. Что повлияло на успех внедрения вибрационной системы? Конечно же, квалифицированные специалисты, видение функционала, мы сразу понимали, что нам необходимо сделать, инициатива и, главное, заинтересованность сотрудников всей нашей команды. Дальше мы, конечно же, будем развивать эту систему, применять современные технологии, такие как блокчейн. Мы думаем об оповещении граждан об этапах рассмотрения и их обращения через смс, email, мессенджеры, соцсети. Мы пока не внедрили, но я думаю, что это следующим этапом в 2020 году обязательно произойдет. Ну и полноценное мобильное приложение с возможностью прикрепить диопозицию пользователя в комментарии, либо мессенджере, тоже, я считаю, уже необходимо об этом думать. Идем непосредственно к самому приложению, самой программе, вернее. Вот таким образом она выглядит на главном окне. Вот здесь мы видим все блоки, о которых мы сейчас коротко проговорили. Давайте быстро пройдемся по каждому из них корреспондента. Вот мы видим список всех корреспондентов, которые к нам обратились 1479. Соответственно, мы можем посмотреть личную карточку каждого со всеми обращениями данного корреспондента. Список задач, так называемый список поручений. На сегодняшний день активно, в залахе стоит 432. Я могу дать новое поручение любому сотруднику на название задачи, описание, крайний срок задачи, исполнитель. Соответственно, мы можем погрузить в файлы, ну и категорию обращения. Добавляем задачу, и эта задача мгновенно появляется у исполнителя на его рабочем столе. Соответственно, мы можем проводить поиск любого поручения, любой задачи по исполнителю по наименованию, по крайнему сроку либо создания, либо по крайнему сроку реализации выполнения поручения. Соответственно, есть такая кнопка «Уведомления». Это вся информация, которая приходит непосредственно мне по важным поручениям. Галочку «Уведомие главу» ставит управляющий делами администрации. Естественно, эти галочки она ставит не на каждом обращении, а только на самых-самых важных. Соответственно, я своевременно могу проследить всю входящую корреспонденцию, почитать, ознакомиться внимательно с каждым важным обращением. Ну и, соответственно, что касается проектного офиса, мы проговорили, есть 75 проектов на сегодняшний день, которые у нас реализуются в рамках направления проектами по методологии «Принц-2». По каждому проекту ведется отдельная статистика, начиная от куратора, менеджера проекта, бюджета-план, факт, начало реализации, завершения и вся информация касательно проекта непосредственно, начиная от эскизного решения, с метроэкспертизы планов ККД до уже непосредственно всех сроков прохождения всех процедур, на всех этапах. Мы внедрили, сделали отдельный функционал с диаграммой Ганта, очень удобно на которой посмотреть все этапы проведения, уже реализации работ по каждому проекту. Взять, допустим, строительство скейт-парка, вот мы видим все сроки, зелененьким отмечен план, сиреневым отмечен факт. Соответственно, мы можем своевременно реагировать на каждый факт отклонения фактических сроков от плана, проводить совещания, собирать сотрудников, ну и принимать соответствующие меры по недопущению этого последствия. Повторюсь, наша система живая, она постоянно развивается. Я думаю, что в течение этого года и следующего количества модулей дополнится. Буду рад также поделиться новинками при следующей нашей встрече, при следующем общении. Ну, а если возникнут у вас какие-то вопросы, всегда можете обращаться. Будем рады помочь.